Первый звонок уже скоро прозвенит для 672 тысяч ребят. В кубанских школах последние приготовления к новому учебному году. И это не только распаковка и подключение современного оборудования, но и проверка на безопасность. Как и кто охраняет школы? Хватает ли камер видеонаблюдения? Соблюдены ли пожарные требования? Сегодня об этом говорили на заседании Краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Совещание провел губернатор. В зале руководители управления ФСБ, полиции, МЧС и прокуратуры. Вот эти камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, нужны не для красоты. Не для красоты. Для того, чтобы они работали. В первую очередь на безопасность учеников и детей. Что сегодня коллеги из МЧС и Росгвардии отмечают? Плохое освещение школ, захлопленность пожарных выходов и недостаточное наличие камеры видеонаблюдения. Ну, коллеги, если вот дополнительная освещенность – это деньги, дополнительные камеры видеонаблюдения – это тоже дополнительные деньги. Ну, вот захлопленность пожарных выходов, ну, тут никаких денег не нужно. Это просто халатность, безразличие. И руководители школ, и те, кто у вас, коллеги, главы муниципальных образований, за это отвечают. В Краснодарском крае свыше 1200 школ. Большинство из них успешно прошли проверки. Но есть места, где на безопасность смотрят сквозь пальцы. В Щербиновском районе, например, в девяти школах во время каникул охранники дежурили только по ночам. Днем – свободный доступ. Еще одно из распространенных нарушений – заваленные вещами эвакуационные проходы. Ощущение, что специально, значит, летом, все эти пути эвакуации заложены, туда снесли весь хлам, все, что только можно. Неужели директора-то школы не видят и не понимают, что они же за это отвечают? Уехали на каникулы, бросили и все осталось. Вообще вот непонятно. Поэтому, наверное, требовать нужно было с руководства школ. Здесь чисто их вина. Значит, директора, преподавательский состав и те, кто там проводит разные эти мероприятия ремонтные. Белореченскому прокурору Щербиновскому до 20 августа мне представить докладные записки о том, что сделали, провели мероприятие по исправлению ситуации. На подготовку к учебному сезону в регионе выделено более 1 миллиарда рублей. Это деньги, в том числе на создание безопасных условий в школах и капитальный ремонт изданий. Но, несмотря на наличие финансирования, есть случаи, когда на местах не могут даже заделать дырки в заборах. У нас сегодня есть такие муниципальные образования, которые даже не начали эти работы. Не начали. Не начали кровли ремонтировать. Ничего не начали. У нас и сегодня мы столкнулись с проблемой, и это обсуждалось со своими коллегами, заместителями глав на прошлой неделе, что у нас некоторые школы пойдут, дети в другие школы, потому что мы к 1 сентября не успеваем. Это абсурд и парадокс, что мы даем деньги, а их не могут люди взять. Абсурд и парадокс в том, что эти замглавы, которые курят эти вопросы, и до глав тоже мы доберемся, до сих пор продолжают работать. В этом абсурд и парадокс. Сколько районов примерно таких? Сегодня три таких района, которые прям горящие. Вот еще раз. То есть... Те, кто их вернул, продолжают работать. В этом парадокс. Смысл это выделять еще. Я думал, что денег не хватило, то нужно еще добавить. А мы, кажется, существующие возвращаем. Это же абсурд. Полный абсурд. Они ждут улучшений. Дети, ученики, родители, а другим все равно. Какие же они замглавы, которые курируют образование, если доводят ситуацию до такого сегодня критического уже уровня? Ну как, если деньги вам выделили, а даже никто не приступил к попытке их освоить. Принцип один. Не могут осваивать, не должны работать. Все те, кто не может освоить деньги. Для людей, в первую очередь, для жизни в муниципальных образованиях. Все нарушения должны быть устранены до 19 августа. Перед Днем Знаний проведут еще одно контрольное совещание, на котором главы районов доложат о проделанной работе. Никаких отговорок в вопросе безопасности детей быть не может, заострил внимание губернатор. Уже сейчас почти каждую школу в регионе охраняют не вахтеры, пенсионеры, а специально подготовленные казаки. Кроме этого, в текущем году краевым школам передадут 121 автобус, чтобы доставлять детей из дома. Всего на маршруте работают 1200 машин. Все перевозчики лицензированы. Это тоже безопасность учеников, только на пути в образовательное учреждение. Мы самый крупный регион в Российской Федерации, который перевозит 60 тысяч детей ежедневно школьными автобусами. Здесь мы проблем сегодня не видел. Перевозки это, конечно, хорошо, заметил губернатор, но лучше, если бы школы находились для детей в шаговой доступности. Коллеги, это не показатель в количестве автобусов, а самый главный показатель в наличии школы, рядом, где дети живут. Вот это самый главный показатель. Но я думаю, что эту проблему, безусловно, если вы каждый год будете решать хотя бы в тех же объемах, в которых мы решаем, уже четвертый год, то мы, конечно, ее решим. То есть 10 школ каждый год, защищенные статьи. Каждый год 10 школ. Безопасность – это не только количество видеокамер в школах и круглосуточная охрана, но и ежедневная работа с трудными подростками. В повестке совещания вопрос специально поставили для отдельного обсуждения. Несмотря на то, что с начала года подростковая преступность в регионе снизилась на 11%, совершать нарушения чаще стали школьники и студенты, состоящие на учете по делам несовершеннолетних. Я попросил бы, чтобы все по линии управления образования, директора школ, они имели контакт, я не знаю, но, видимо, они такой есть, с участковыми, чтобы был телефон, было взаимодействие. Конечно, важно здесь общественность привлечь, как это всегда делалось. Бороться с подростковым экстремизмом, что называется, топорной пропагандой, не всегда эффективно. Поэтому молодежь активно привлекают в спортивные секции, творческие кружки и поисковые отряды. В школах уже проводят уроки самбо. Вениамин Кондратьев предложил подумать и над принципиально новой системой наставничества для трудных подростков. Поручение здесь конкретно Министерство образования Воробьев и Ленина продумать алгоритм закрепления принципа наставничества и создания специальных отрядов. Как они будут называться? Отряды патриот или там как угодно. Военно-патриотические отряды. Куда максимально попытаться их сконцентрировать? Вместе со своими наставниками. Трудные подростки, когда глаза в глаза. С ними надо работать. Я уверен, мы и с полицией договоримся, мы и с военными договоримся, и с казаками договоримся, и с иными, если там укажите, только вот как вы видите правильно, педагогически правильно, за кем их закрепить, с кем их сконтактировать, и чтобы они на самом деле по-настоящему верили этому человеку. И психологически они еще должны его принять. Общаться с молодежью необходимо на их языке, отметил губернатор. К работе в школах станут привлекать психологов, разбирающихся именно в современных тенденциях. Особое внимание и на интернет. Порядка 250 специалистов уже сейчас мониторят социальные сети и сайты на наличие пропаганды экстремизма и наркомании. Александр Иванченко, Денис Перец, Вадим Волков, Кубань-24, Краснодар.